Привет всем! С вами Ирина и канал Коллекционер Цветов. По просьбе, оставленной мне в комментариях, я снимаю это видео о том, как я делаю кашпо из цемента. Такое сердце я буду делать впервые, поэтому не судите строго. Приятного просмотра! Чтобы сделать такое кашпо, мне понадобилось 2 дня. Песок, цемент, вода и мои любимые 7 первивумы. Заранее я подготовила форму в виде сердца из мокрого песка. Я смешала в тазике одну часть цемента, 4 лопатки, и одну часть песка, 4 лопатки. Добавила воду, чтобы получилась вязкая масса и все тщательно перемешала. У меня получилась густая масса. В процессе работы я поняла, что надо было добавить больше воды. Я укладываю цементную массу на мокрую песочную форму. Нужно стараться повторить контуры песочной формы и не нажимать слишком сильно, чтобы ее не разрушить. У меня не оказалось под рукой маленькой лопатки или специального шпателя для работы с цементом. Поэтому приходится формировать все руками. Одна перчатка сползает. Не очень-то удобно. Поэтому, если у вас есть такие инструменты, применяйте их и ваша форма получится гладкой и поверхность более ровной. Это кашпо я планирую использовать в саду. И для того, чтобы дождевая вода не заставилась, я сделаю в центре сердца отверстие с помощью трубочки. Также решила приделать три ножки, чтобы немного приподнять кашпо над уровней земли. Основная работа сделана. Теперь можно подкорректировать форму. В некоторых местах добавить цемента. Я оставляю поделку просыхать и вернусь к ней на следующий день. Кашпо в виде сердца я делаю для этих растений, которые разрослись под розами, и их нужно убрать. Прошли одни сутки. Я снимаю кашпо с песчаной формы. Песок легко отделяется от цемента. Его можно использовать повторно. Я зачищаю острые края наждачной бумагой. И кашпо готово к применению. Чтобы не забивалось дренажное отверстие, я прикрыла его камушками и насыпаю землю для суккулентов. Теперь можно посадить симпербивумы плотно один друг к другу, покрывая полностью ими поверхность. Такие кашпо прекрасно скрасят пустующие зимой участки в саду или задекорируют пни в цветнике. Я надеюсь, вам было интересно наблюдать за процессом. И теперь вы захотите сделать что-то красивое своими руками. Оставляйте свои впечатления и новые идеи в комментариях под мои видео. Подписывайтесь на канал Коллекционер Цветов. Впереди еще много интересного. Всем хорошего дня, удачи и процветания!